Фестиваль Кинзай Евгений Белов из Тюмени перенес всех из холодной зимы в разное лето. Лето. Именно так называлась его киноработа. Дмитрий Егоров рассказал о традиционном обряде буддистов в Харинане. Это яркие танцы, которые совсем не редкость даже на Тюменской земле. После с экрана все смогли узнать о невероятных задумках российских ученых. Не подумайте, что это фантастика. Это проект летательного аппарата 21 века. Изобретения уже запатентованы. Так начинался наш репортаж двухлетней давности о его авторе, тюменце, бывшем летчике Евгении Бугрове. Это фильм журналиста ГТРК «Регион Тюмень» Ивана Троцевского об ученом, или как сам автор называет его, о гене Евгении Бугрове. Фильм о нем это не выдумка и не монтаж. Он действительно есть. Его изобретения существуют. Убедиться в этом можно было в личной беседе с ученым на фестивале. «Вообще-то мы живем в мире, в котором 99% находятся в состоянии плазмы. И только 1% это материальный мир, в котором мы живем. И тот, этот материальный мир мы уничтожаем, сжигаем, как гусеницы, съедаем этот материальный мир. А ведь мы берем какой-то, чтобы покорить космос, мы берем с собой топливо туда, когда там, это все равно, чтобы в лес, чтобы развести костер, нужно везти дрова. Зачем? Просто надо уметь пользу. Энергия очень большая. Энергия, она везде, все пространство там, энергетично и так далее. Но как подключиться к этому? Вот это было проблемой». От героев документального кино вернемся к тем, кто его создает. Гость фестиваля, режиссер и киновед Кирилл Макаренков провел мастер-класс, лекцию о том, как стоит создавать документальное кино для телевизионного просмотра. «Включить телевизор, там с утра до ночи документальные фильмы идут, на первом канале, на НТВ. Но, с другой стороны, их очень сложно смотреть, потому что это такое жестко форматированное кино, документальное. Даже если оно научно популярное, то это скорость подачи материала очень высокая. Это всегда попытка удержать зрителя в таком нервном, возбужденном состоянии, чтобы никто ни в коем случае не оторвался от экрана своего внимания. Ну а продюсеры на всех ведущих телеканалах, когда им приносишь какой-нибудь авторский фильм документальный, они говорят «Отличный фильм, мы посмотрели, получили такое удовольствие, но мы его не возьмем, кто же его будет смотреть, это же практически не мое кино». О кино не документальном, а игровом, а точнее его создании за небольшой бюджет, всем интересующимся рассказала на своей лекции сценарист, преподаватель ВГИКа Юлиана Кошкина. «Кино с маленьким бюджетом интересует всех, потому что всем кажется, все пребывают в иллюзии, что маленькие деньги на фильм получить легче, чем большие. Я сразу могу сказать по собственному опыту совместной работы с Кириллом, в том числе, что это не так. Маленькие деньги на кино также тяжело получить, как и большие». Заручившись новыми знаниями, участники фестиваля «Кинза» приступили к просмотру документального фильма «Плотогоны». Создатель фильма упомянут и высший режиссер Кирилл Макаренков. Сама работа совсем недавно была показана в Москве и достоилась национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь» за операторскую работу. А впервые в России его увидели именно зрители фестиваля «Кинза». «Всероссийская премьера, потому что до этого было всего лишь три официальных показа. Это два показа было в Мадриде, это прямо была мировая премьера. Но это так пишут в каталоге. Это не то, что мировая премьера, приезжает Том Круз, Стивен Спилберг, и Клинт Истон говорит «Молодец, парень». Нет, это просто статус показа. Как вам в России премьера? Да нормально, никто не ушел. Уже второй раз, кстати, слышу, никто не ушел. Это самое главное? Не, ну как, фильм длинный, он не типичный для современного привычки, даже для документального кино. У меня нет закадрового голоса, который объясняет все, что происходит в кадре. В принципе, можно было бы, кстати, сесть с микрофоном и там один раз так посмотреть, второй раз сесть, и вот я бы объяснил все-все-все, что происходит буквально в каждом кадре. Кто чего куда пошел, какие отношения, почему там, а не здесь, и в общем, всю-все-все историю. Про экологию, про все-все-все. Но мне хотелось сделать такое кино старомодное. Поэтому интерес такой очень ограниченный к фильму, потому что он выглядит архаичным. Фестиваль документального кино в Кинза оказался и площадкой для премьерных показов, и возможностью заявить о себе. И это только третий день фестиваля. Субтитры создавал DimaTorzok